МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В эти выходные в Воронеж прибыл поезд из Белгорода с 500 жителями Харьковской области. В Воронежской области собрали более 700 тысяч тонн сахарной свеклы. Как без дополнительных испытаний поступить в любое высшее учебное заведение? К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. В США десятки человек присоединились к митингу ветеранов в Миннеаполисе в воскресенье, в том числе бывший губернатор Миннесоты и киноактер Джесси Эвентура. Митингующие выступили против развертывания Национальной гвардии за пределами США. Национальная гвардия предназначена для защиты Соединенных Штатов Америки, а Национальная гвардия Миннесоты предназначена для защиты штата Миннесоты, сказал Эвентура. Ни Ирак, ни Афганистан, ни Сирия, ни любое другое чертово место, где они решат, что будут вести так называемую войну с террором, мы хотим, чтобы они проголосовали за вступление в войну, прежде чем они смогут направить нашу Национальную гвардию на войну за пределами этой страны, продолжил он. Митинг «Защити гвардию» призывает принять закон, запрещающий губернаторам штатов размещать войска за границей без официального объявления войны Конгресса. Ранее гвардейцев всегда призывали для национальных бедствий, но теперь они используются для усиления действующих вооруженных сил. Чири. Чилийская полиция задержала как минимум 10 человек за участие в беспорядках, которые вспыхнули в ходе демонстраций по случаю 48-й годовщины госпереворота в Чили. Тысячи людей мирно прошли от президентского дворца Ла Монеда к мемориалу задержанным, исчезнувшим и политически казненным на общем кладбище столицы. Но позже отдельные группы людей в капюшонах вступили в столкновение с агентами спецназа. Затем в течение нескольких часов полиция пыталась сдержать беспорядки, используя водометы и слезоточивый газ в разных частях чилийской столицы. Президент Габриэль Борич в связи с этим заявил, демократия строится на диалоге уважения к тем, кто думает иначе и никогда на насилие. 11 сентября 1973 года военная хунта во главе с генералом Аугуста Пиночетом совершила государственный переворот. Законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде покончил с собой во время штурма дворца Пучистыми. За годы военной диктатуры с 1973 по 1990 год были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тысяч человек. Аргентина. Хорхе Ниду, которому исполнился 81 год, блистал на сцене чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе. Ниду, который недавно перенес операцию на бедре, вышел на танцпол вместе со своей партнершей, став старейшим участником всемирно известного конкурса. Когда я говорю, сколько мне лет, люди отвечают мне, что этого не может быть. Я стучу по дереву и благодарю Бога за то, что я еще многое могу, сказал Ниду. Кубок мира по танго – самое важное танцевальное соревнование жанра на мировом уровне. Предварительные соревнования проходили в 24 городах Аргентины и мира. Победившие пары получили прямые путевки в Буэнос-Айрес. Пары, победившие в конкурсе, получат возможность преподавать и выступать по всему миру. Индонезия. Ассоциация выпускников и национальное движение народных защитников провели демонстрацию против общенационального повышения цен на топливо перед Государственным дворцом в Джакарте в понедельник. Сотни консервативных мусульман, в том числе многие старшеклассники и студенты университетов, протестовали на улицах индонезийской столицы. Цены на топливо выросли примерно на 30% после того, как правительство Индонезии отменило несколько субсидий, контролирующих инфляцию. Стоимость бензина выросла с 51 до 67 центов за литр, а дизельного топлива с 35 до 46 центов. Пакистан. Суд в Исламабаде в понедельник продлил срок предварительного ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана под залог до 20 сентября по обвинению в терроризме, связанному с речью, в которую он якобы угрожал сотрудникам полиции и судебных органов, сообщил его адвокат. На кадрах видно, как сторонники бывшего премьер-министра скандируют лозунги, собираясь у здания суда в Исламабаде, а полицейские охраняют мероприятие. Имран Хан пообщался с журналистами, заявив, что это дело является позором для страны. Предъявленные ему обвинения он отрицает и называет политически мотивированными. Если его признают виновным, он может быть заключен в тюрьму на срок до 14 лет и лишен права снова баллотироваться на пост президента. Великобритания. Тысячи людей собрались на улицах Эдинбурга в понедельник, когда гроб с телом королевы Елизаветы II несли в Эдинбургский собор Святого Игидия. На кадрах можно заметить, что когда дети королевы во главе с королем Великобритании Карлом III шли позади катафалка, среди собравшихся наступила почти полная тишина. Гроб с телом Елизаветы II будет находиться в соборе до вторника, после чего его отправят в Лондон. Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. В минувший четверг президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью королевы. С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании, сказал президент России. Испания. Тысячи людей приняли участие в митингах за независимость и демонстрациях левого толка в Барселоне в воскресенье, отмечая национальный день в Каталонии и пятилетие со дня референдума. Один из протестов был организован выступающими за независимость. По данным полиции Барселоны в мероприятии приняли участие до 150 тысяч человек, в то время как организаторы сообщили о цифре 700 тысяч. На кадрах видно, как протестующие маршируют с флагами и транспарантами, скандируя лозунги в поддержку независимости. Референдум в Каталонии, состоявшийся 1 октября 2017 года, привел к 92-процентной победе сторонников независимости, но был объявлен испанским правительством неконституционным. Лидеры сепаратистов региона были заключены в тюрьму, в то время как другие, включая тогдашнего лидера Каталонии Пучдемона, бежали в Бельгию. Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Париже в понедельник. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы, касающиеся энергетического кризиса, украинского зерна и изменения климата. «Мы решим проблему мирового продовольственного кризиса с помощью так называемых маршрутов солидарности, позволяющих экспортировать украинское зерно в больших количествах по суше и реке», – сказал Макрон. Что касается энергетического кризиса, Макрон заверил, что на рассмотрении находятся несколько европейских и региональных проектов, заявив, что поставки в Европу будут гарантированы полной солидарностью между государствами-членами. Во время пресс-конференции Мицотакис поблагодарил Макрона за его поддержку Греции и приверженность демократии. Швеция. Впервые в истории Швеция. Радикальные правые силы партии «Шведские демократы» вышли на второе место на выборах в парламент. Выступающие против эмиграции. Они показали свой лучший результат за всю историю, набрав почти 21% голосов. Местные жители в столице разделились по поводу того, что это может означать для страны. «Совсем не радует результат. Это ужасно. Это катастрофа», – сказал один из местных жителей. «Я определенно надеялся на другой результат. Тот факт, что у нас, возможно, в правительстве будет нацистская партия, это действительно страшно», – сказал другой избиратель. «Я вполне счастлив. Я бы хотел, чтобы правая сторона заняла немного больше места. Но в остальном, да, я счастлив», – прокомментировал третий житель. Предварительные результаты говорят, что правые партии получат 176 мест из 349 в парламенте. А левоцентристские, включая правящую социал-демократию, – 173. Как считают эксперты, социал-демократы, которые возглавляют Швецию уже не первый год, скорее вступят в коалицию с кем-то из оппозиции, чем упустят власть, отдав ее в руки правых. Австрия, Москва и Киев заинтересованы в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующим заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гроси на пресс-конференции в Вене в понедельник. «Что нам действительно необходимо, так это то, чтобы Украина и Россия договорились об очень простом принципе – не атаковать и не обстреливать станцию. И это очень просто сделать. У нас там есть наблюдатели, наши инспекторы, которые могут сообщить, соблюдается ли этот принцип или нет», – отметил он. Гроси также выразила беспокойность ситуации в Запорожье, где продолжаются обстрелы, что ставит под угрозу реакторы и помещения для хранения отработавшего топлива. По словам гендиректора МАГАТЭ, несмотря на то, что реакторы на станции отключены, угроза ядерного инцидента все еще остается. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас речи о выводе российских войск с территории Запорожской атомной электростанции не идет. А основная задача в данный момент – это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы станции. Германия. Около тысячи человек собрались в Лейпциге в понедельник, чтобы выразить протест против стремительного роста инфляции и цен на энергоносители. Среди других требования были немедленная отставка правительства, а также прекращение всех поставок оружия и открытие российско-германского газопровода «Северный поток-2». Во время марша активисты столкнулись с контрпротестом Антифа. Германия сталкивается с продолжающимся энергетическим кризисом после того, как поставки российского газа были приостановлены из-за многих технических проблем и санкций против Москвы. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия ведет переговоры о покупке системы противоракетной обороны у Израиля после переговоров с премьер-министром страны Иером Лапидом в Берлине в понедельник. Я учредил специальный фонд, который включает в себя 100 миллиардов евро для инвестиций в безопасность Германии и наших соседей, сказал Шольц. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Израилем в этом. Например, в области противовоздушной обороны, где у Израиля есть очень мощное предложение в виде системы ОРОВ-3. Некоторые, конечно, скажут, что военное партнерство между Германией и Израилем – это историческая ирония. Я считаю это доказательством того, что мы сделали необходимые выводы из прошлого, сказал Шольц. Разговоры не останавливают зло. Либеральные демократии должны быть готовы и способны защитить себя. Иногда свободу приходится защищать силой, продолжил Лапид. Лапид также призвал Запад отказаться от провалившихся переговоров с Ираном, хотя переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Тем временем Шольц подтвердил приверженность своей страны решению о двух государствах на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь Министерства окружающей среды и ядерной безопасности Андреас Кюблер признал, что Германия по-прежнему разрешает поставки ядерного топлива из России в страну, выступая на пресс-конференции в Берлине в понедельник. Кюблер сказал, что в нынешних санкциях нет ничего, что могло бы это остановить. Санкционные правила, изданные Евросоюзом, освобождают импорт ядерного топлива в Евросоюз, а также российского газа от запретов, заявил он. Германия обязалась поэтапно отказаться от ядерных реакторов к концу года, но Кюблер обвинил переговоры внутри нынешней правящей коалиции в очевидном противоречии. Мы всегда выступали за закрытие урауновых заводов в Лингене и Гранау. Однако это не нашло отражения в коалиционном соглашении ни в прошлый раз, ни в этот, пояснил он. Новости ближнего зарубежья. Узбекистан. Узбекский город Самарканд продолжают украшать перед проведением заседания Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. На кадрах, снятых в понедельник, видно, как рабочие устанавливают декорации, развешивают эмблемы ШОС и китайские фонарики на улицах и площадях города. Вдоль дорог развешиваются флаги стран-участниц ШОС. Как сообщили в МИД Узбекистана, в заседании примут участие главы 15 государств, включая президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпиня, а также лидер в Белоруссии, Турции, Армении и других стран-участниц ШОС. Саммит ШОС пройдет в Самарканде с 15 по 16 сентября. Новости России. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в понедельник в Москве сообщил, что страна постепенно отказывается от доллара США. Путин заявил, что Россия справляется с финансовой технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они, недружественные страны, рассчитывали, не сработала. Это уже очевидно для всех и для них тоже. Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, сообщил президент. Кроме того, Путин заявил, что действия недоброжелателей часто бывают импульсивны и непредсказуемы, поэтому необходимо работать в своей логике, удерживать инициативу. Россия также удалось стабилизировать рост инфляции, которая в сентябре снизилась до 14,1%, тогда как в апреле достигала 17,8%. Состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках у большинства стран большой двадцатки, да и у наших друзей в странах БРИКС, добавил президент. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник принял участие в торжественном открытии памятника покровителю российской дипломатии Александру Невскому в атриуме МИД РФ. Александр Невский сыграл без преувеличения судьбоносную роль в сохранении русской государственности, консолидации нашего народа перед лицом внешних угроз, сбережении его культурно-религиозной самобытности. Сегодня его наследие героически защищают участники специальной военной операции, заявил глава внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, что следуя завету великого князя, Россия и дальше будет укреплять свой суверенитет, а также проводить самостоятельный независимый внешнеполитический курс. Не в силе Бога, а в правде это завет Александра Невского. Будем и далее укреплять суверенитет, проводить самостоятельный независимый внешнеполитический курс, делать все для укрепления позиций русского мира, подчеркнул министр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Созданы прекрасные условия для несения службы, говорится в сообщении. По данным СМИ, каждый батальон осчитывает 560 бойцов. Специальный полк состоит из полутора тысяч военнослужащих. Рамзан Кадыров также подчеркнул, что новый полк и батальон сформированы исключительно из бойцов, имеющих богатый опыт борьбы с международным терроризмом и уже зарекомендовавших себя в ходе боевых действий в Донбассе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортсмены единственной в России профессиональной пилотажной группы на поршневых самолетах. Первый полет приняли участие в авиационном слете на базе аэроклуба имени Юрия Гагарина в Саратове. На кадрах видно, как летчики, среди которых есть абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу, выполняют в воздухе маневры, совершая мертвые петли и бочки на самолетах Як-54 и Як-52. По информации местных СМИ, в мероприятии приняли участие авиаторы Добровольного общества, содействие армии авиации и флоту со всей России, а также представители училищ гражданской авиации. Авиалюбители не только продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, но и обменялись профессиональным опытом с коллегами. Пилотажная группа «Первый полет» состоит из 10 самолетов и выступает на авиашоу с 2011 года. Десятки девушек в свадебных платьях приняли участие в марафоне «Бегущая невеста» в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге с целью привлечь внимание к ранней диагностике рака. По словам автора идеи социального проекта Елены Кадушкиной, люди часто не задумываются о важности привитивного обследования онкозаболеваний. «Это всего лишь 100-метровка, зато какая! Наверное, самая яркая и красивая в России», – сказала Елена. В рамках мероприятия онкологи рассказывали всем участникам о том, как сохранить здоровье и предупредить образование рака. Марафон «Бегущая невеста» проводится ежегодно, начиная с 2013 года. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявлено 1482 новых случая коронавируса. Госпитализировано 64 человека. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России и мире в нашем обзоре. По данным Всероссийского штаба, 13 сентября в России выявлено 44 045 новых случаев коронавируса. Умер 101 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 385 530 летальных исходов. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области 1482 новых заражения коронавирусом. В Липецкой – 332, в Курской – 586, в Белгородской – 472, в Тамбовской – 133. По данным сайта СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки в Москве умерло 30 человек. В Санкт-Петербурге – 20, в Красноярском крае – 4, в Нижегородской области – 3. За прошедшие сутки в мире выявлено 350 тысяч новых случаев коронавируса. Из них в Японии – 85 тысяч, в Германии – 54 тысячи, в Южной Корее – 36 тысяч. Умер 881 человек. За все время пандемии в мире выявлено 614 293 тысячи случаев коронавируса. Умерло 6 518 тысяч человек. Девятибальные пробки и вмешательство прокуратуры в Воронеже устраняют последствия крупнейшей коммунальной аварии. Прорыв канализационного коллектора на Московском проспекте у памятника Славы произошел еще 9 сентября. Фекальные воды начали заливать окрестные улицы, магазины, паркинги. Из-за зловонных потоков было перекрыто движение на главной дорожной артерии города. Труба диаметром 1000 миллиметров залегает на глубине 6 метров. И это сильно осложнило работу ремонтных бригад. Да еще пришлось убирать слой асфальта толщиной 40 сантиметров. Сейчас проведена замена нескольких десятков метров коллектора. Далее предстоит забетонировать участок и засыпать котлован песком. В прокуратуре Воронежа контролируют ход восстановительных работ, а руководителю управления дорожного хозяйства мэрии объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. В эти выходные в Воронеж прибыл поезд из Белгорода с 500 жителями Харьковской области. Из них 200 человек были размещены в лагерях Кировицы, Голубой и Кран. Остальных отправили в 11 пунктов временного размещения, расположенных на территории Воронежской области. Одна из эвакуированных рассказала, что бросила дома все хозяйство, взяв лишь самое необходимое. Пункты временного размещения были подготовлены оперативно всего лишь за сутки. Большинство прибывших – женщины и дети. Ещё 10 сентября военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендовала местным жителям покинуть территорию, отметив, что в Купянске была клей и изюме сохраняется напряжённая обстановка. Расселяться прибывшим в Воронеж помогали волонтёры. Они же занимались оформлением документов на заселение. Распределяли людей по номерам. Сотрудники ПВР учитывали пожелания вынужденных переселенцев. Например, в один номер заселяли родители с детьми. Всего с февраля по август в Воронежской области уже прибыли около 25 тысяч беженцев с Донбасса и Украины. Из них 2 тысячи получили здесь российские паспорта. Галина Жукова, 41 канал. В Воронежской области собрали более 700 тысяч тонн сахарной свёклы. Часть корнеплодов отправят на переработку в другие регионы. Уборка сладкого корня идёт в 15 районах области. Уже удалось обработать более 18,5 тысяч гектаров. А это составляет 15% от запланированного. Средняя урожайность превышает 383 центнера с гектара. Как рассказали в Департаменте аграрной политики региона, самых высоких показателей добились в Семилукском районе. 465 центнеров с гектара. Не отстают легко с предприятия Каменского, Рассашанского, Верхнихавского районов. Уже собрано более 708 тысяч тонн сахарной свёклы. А сахарные заводы произвели 62 тысячи тонн сладкой продукции. Всего на переработку поступят 5 миллионов 300 тысяч тонн корнеплодов. Почти во всех районах начался сев о зимах. Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики Воронежской области. В регионе уже засеяно около 15% от запланированных площадей под озимые культуры. Всего предстоит засеять 790 тысяч гектаров пашни. Почти 10 тысяч гектаров озимой пшеницы и ржи засеяно в Калачеевском районе. В лидерах также хлеборобы Верхневомонского, Бухучарского, Новохопёрского, Кантемировского и Подгоренского районов. Сельхозпредприятия области заготовили более 170 тысяч тонн семян озимых культур. Как рассказали в Департаменте аграрной политики, весь посадочный материал соответствует требованиям ГОСТа. Как без дополнительных испытаний поступить в любое высшее учебное заведение? И как в этом воронежским школьникам способна помочь Всероссийская Олимпиада? Узнаем вместе с Галиной Жуковой. Ученица 11 класса Анастасия Винтьева вот уже несколько лет обучается в образовательном центре Орион. К слову, в настоящее время воронежская школьница является призером межрегионального конкурса «Российская школа фармацевтов». Девушка уже без пяти минут студентка, где её готов принять один из питерских вузов. Причём сдача ЕГЭ в её случае уже не играет никакой роли. Но так как я являюсь одним из трёх победителей межрегионального конкурса «Российская школа фармацевтов», это даёт мне свои привилегии. Даже если я плохо сдам ЕГЭ в этом году, они возьмут меня в своё высшее учебное заведение вне конкурса. Такие возможности даёт ученикам региональный образовательный центр «Орион», где каждый желающий на бесплатной основе может проявить себя в разных сферах, выбранной ребятами программы. Детей у нас достаточно, потому что неталантливых детей в Воронежской области нет. Возможности обширные присутствуют. И летние лагеря, и профильные смены круглогодичные. И программы, и образовательные учреждения, которые есть у нас на территории Воронежской области. Как правило, мотивация школьников начинается с их участия во Всероссийских Олимпиадах. И здесь самое главное – не искать лёгких путей. Чем сложнее задача, тем она интереснее. Об этом знает не понаслышке и Настя Ивентьева. Вначале, конечно, у меня мало что получалось. Я занимала там 60-е, 150-е. Но мне хотелось стремиться всё дальше и больше, и уже в девятом классе я смогла стать победителем регионального этапа. Поэтому всё зависит именно только от вас и от вашего желания работать. Конечно, нужно понимать, что Олимпиады – это намного выше, чем школьная программа. Но нужно этого не бояться и изучать какие-то дополнительные источники информации. По словам преподавателя Реона, направлений в Олимпиадах значительно больше, чем самих предметов. К примеру, в школе сейчас, увы, не изучают как отдельный предмет астрономию и экологию. Зато в Олимпиадах в этом плане можно себя не ограничивать. Нужно понимать, что программа Олимпиады – чем выше уровень, тем сильнее она отключается от школьной. То есть есть темы, которые вообще в школьном курсе изучаются крайне поверхностно. Именно поэтому, собственно говоря, они становятся объектом пристального рассмотрения на Олимпиадных курсах. Всё это способствует тому, что у школьников расширяется кругозор и появляется желание пойти в своих знаниях дальше. Благо, у ребят есть возможность реализовать свои таланты. Главное было бы желание. Конечно, Олимпиады – это сложно. Но если у вас есть желание и вы хотите попробовать себя, обязательно не бойтесь идти туда, где сложно. Всегда есть люди, которые слабее вас, есть те, кто сильнее. И стремиться нужно именно за теми, кто умнее и сильнее. И не нужно бояться того, что вы какой-то не такой, что у вас что-то не получится. К слову, проявить себя в образовательном центре «Орион» могут ребята самого разного возраста. Олимпиадная история у нас с четвёртого класса некоторые предметы. Начинаются некоторые предметы с пятого, некоторые с шестого. Там надо смотреть. А вообще, чтобы войти в ту или иную научную среду, возраст не важен. У нас есть проект «Орионика», где дети с пяти лет входят и знакомятся с разными науками в игровой форме. «Орион» – это стартовая площадка для тех, кто готов идти дальше. Следующий этап – возможность обучаться одарённым ребятам в федеральном центре «Сириус», где они активно занимаются по программам в самых разных направлениях, будь то наука, искусство или спорт. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Воронежцы в день тратят примерно 700 рублей, сообщает пресс-служба Центрального банка. И пользуются примерно двумя картами. За квартплату в месяц в среднем у воронежцев уходит 4425 рублей. Расходы воронежцев и россиян, по данным аналитиков, заметно снижаются. В первую очередь, люди всё меньше тратят деньги на непродовольственные товары. Реальные доходы населения падают. Это отражается на покупательской способности из-за высокой инфляции. Хотя, по данным Воронежстата, ежемесячный среднедушевой доход по сравнению с прошлым годом вырос на 14%. А средняя зарплата составляет 35 тысяч рублей. В реальной жизни спрос снизился, а траты выросли, так как рост цен съел рост зарплат. В среднем траты россиян выросли на 3700 рублей за месяц, по данным исследованием РИА Новости. Официально доходы россиян, по данным статистики, снизились на 1,6%. Ну, если бы не работали, конечно, маловато пенсии. Как считаете, сколько должны получать люди, чтобы нормально себе позволить жить в месяц? Позволить? Ну, хотя бы 25. А съездить куда-то за границу. Так я езжу часто. А в этом году? В основном в Минводе. Да, желательно куда-то съездить. Но не смогли поехать? Ну, смогла, но в кредит. Взяла денег. А так, конечно, маловато. Маловато. А за границей куда хотели бы идти? Ну, хотя бы. Нет, очень люблю Францию. По Франции ходила. Париж, Париж. Но не получилось из-за денег? Из-за денег, из-за денег. Понимаете, дело в чем-то, что я не местная, я приехала с Камчатки. У нас потребительская корзина намного дороже стоит. Если здесь можно прожить тысяч на 15, то там минимум на продукты уходит 40 тысяч. У меня муж военнослужащий, поэтому мы живем в достаточно отдаленном поселке. И цены на продукты в основном зависят от доставки продуктов в этот регион. То, о чем проблема. Ну, приведу к примеру, если здесь банка сметаны 200 грамм стоит 75 рублей, у меня в ближайшем магазине она стоит 275 рублей. Губернатор Воронежской области Александр Гусев считает, что воронежцы, чтобы не чувствовать себя бедными, должны получать зарплату в 50 тысяч рублей. Тем временем аналитики предполагают, что реальная зарплата может сократиться примерно на 6%. Сильнее всего пострадает средний класс. Они стремительно могут потерять свои доходы. Минимум тысячу зайти в магазин просто и купить, в принципе, какой-нибудь ерунды. Если в холодильнике что-то есть и тебе нужно что-то подкупить, то это будет минимум 300-400 рублей. А если в холодильнике ничего, то тысяча это будет минимум. Вы можете позволить то, что хватит? Если бы я жила одна со своей зарплатой, я бы не позволила себе купить то, что я хочу, потому что это очень тяжело. Если ты живешь в семье, вместе вы можете что-то. Кто-то чай купил, кто-то колбасы. И ты так зашла уже, более-менее молоко купила и тысячи рублей потратила. Тем не менее, опрос фонда «Общественное мнение» говорит о том, что большинство населения страны надеется, что жизнь стране через несколько лет улучшится, несмотря на падение доходов и сокращение ассортимента непродовольственных товаров из-за антироссийских санкций. Галина Жукова, Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»